всем доброе утро девчонки хотела вам маленько рассказать про свое лицо и что у меня случилось я какой-то даже день не выкладывала видео потому что и не снимала даже лицо было такое воспаленном виде я вам сейчас все расскажу кстати ли вы заметили футболки вот эта футболка и зеленая футболка кто внимательно смотрит и постоянно меня смотрит знает что я эти футболки покупала в том году для сына чтобы хорошие футболки не одевать на пляж ты мажешься ты их можешь испортить замазать я ему пошла в не помню где кик или так вот таку по моему купила таких три футболки еще такая есть ярко-ярко-зеленая и светло-зеленая я купила ему такие футболки вот именно ходить на пляж чтобы когда намажешься можно было спокойно одеть и не жалеть при этом футболку а теперь они мои я их теперь забрала чего он в них не ходит он не хочет не ходить здесь он еще там согласился в отпуске а здесь нет поэтому думаю что они будут лежать я к себе возьму и вот я их одеваю ношу мне нравится я сейчас люблю такие широкие вообще знаете мне кажется вот кто начинает маленько поправляться не носит уже вещи в обтяжку а я уже вешу девчонки 51 я не знаю что случилось я вешу уже 51 килограмм я с 1 января почти почти ограничила себя в сладком я не ем хлеб и что-то толку никакого нет но понятное дело что на улице я беговую быстрой ходьбой не занимать потому что холодно занесла степр начиная себя помаленьку приводить форму но пока результатов никаких нет и наверное поэтому мне хочется одевать такие широкие вещи чтобы наверное все скрыть может быть поэтому не знаю но вообще я чувствую себя очень комфортно таких сейчас широких футболках мне это нравится ладно ушла маленькая тема теперь лицо девчонки вообще мое лицо очень она как но любое прикосновение любое какое-то вмешательство она у меня долго потом приходит в себя но вот такой вот у меня ли лицо ему нужно время чтобы восстановиться чтобы она опять была светлым никаких там покраснений не было если ты делал какую-то процедуру и лицо восстанавливается очень быстро то моему лицу это требуется для этого дольше времени вот я сейчас делала микронидлинга вообще супер классная процедура нужно делать или вот три раза или там больше пять например тела делать пять раз и мы договорились она пять раз но я так поняла что мне три раза достаточно поэтому я сделала три раза микронидлинг и все и на этом все теперь я это буду делать опять на следующий год и где-то январь-февраль вот эти два месяца я уложусь в три раза чтобы к лету лицо было нормальное в общем и кто-то после этой процедуры не знаю там два-три дня и уже чистенькие свеженький и не красный то мне требовалось неделя вот такое вот у меня лицо и вот что-то каждый раз вот все же косметологи спрашивают у нас каким кремом вы пользуетесь последнее время или последний год полтора у меня вот мой обыкновенный крем невея я вот доказательства я им пользуюсь я делаю даже им маски маску делаю как накладываю толстый крем толстый слой этого крема и вот так хожу он даже впитывать не успевает там например через минут 10-15 я просто вытираю его влажной салфеткой и все лицо потом не мою все и мне нравится но каждый говорит что это не очень хороший крем он никакой подпитки никаких витаминов для нашей кожи не дает просто какая-то вот пленка и все и под этой пленкой кожа наша не дышит а если не дышит значит там появляются бактерии какие-то прыщики и кожа выглядит не очень хорошо думаю блин это я давно уже слышала но как бы мне он нравится я вижу что вроде бы мне он подходит мне нравится после него как выглядит моя кожа думаю ладно протестирую один крем купила у нас глобусе вот крем эмазом он стоит 35 евро я им пользовалась пользовалась вот тоже видно да мне он нравился но стала потом заметить когда ты каждый раз пользуешься одними тем же кремом я стала замечать что как будто вот он не дает мне ту влажность которую я бы хотела как будто вот он сушит мою кожу все я убрала неделю назад нет девчонки вру две недели назад я купила себе крем производства германия эмазом тоже у нас производства германия вот этот вот себами то вроде бы как считается медицинский думаю попробую девчонки меня такое началось даже еще вот есть остатки если вы видите у меня вот эти вот места вот знаете как будто вот черяк знаете вот большие какие-то вот такие штуки начали вылезать я вот только вот его начала все я его сразу убрала думаю попробую другой крем взяла крем лавера вот он с запахом апельсина витамина 10 в нем тоже производства германия почитала про него в интернете танцы супер-пупер мне понравилось понятное дело что каждый пишет свое мнение и не каждому естественно что он может подойти но все равно я взяла вот использовала почти ничего то же самое девчонки у меня были такие раздражения это просто ужас и и что я сделала я вернулась опять к невее и я стала опять мазаться невее и вроде бы начало все проходить вот девчонки все проходит я не знаю вот эти вот все мои крема вот это стоило по моему 12 евро вот этот я не помню по моему 9 и работают 35 все это все я только буду теперь использовать для рук вы просто как лент крем для рук а из вернулась к своему невее мне нравится не знаю плохое хорошие девчонки но мы к моему к моей коже лица он подходит мне нравится а до невее я пользовалась вы часом покажу это банка девчонки не смейтесь это банка с маслом это я заказывала очень давно а кстати девчонки скажите да действительно невее делать просто пленку для нашего лица и ничего больше для этого у нас есть пилинг мы чистим лицо пилингом раз в неделю можно спокойно чистить лицо пилингом и будет мне кажется все нормально вот что я и делаю крем невее и пилинг для лица пилинг у меня есть обыкновенный сросман я купила там соль которая мелко раздолбленная такая с маслом тоже и мне нравится тоже хорошо вот этим пользовалась масло водка маленько тоже ушла от темы это масло с добавлением кокоса это обычное масло для массажа этикетки нет потому что банка со временем она как жирная и этикетка отлетела пользовалась им но пилинг я делала с этим вот когда маслом мазло лицо пилинг я делала чаще потому что все таки масло оно не хорошо для лица она действительно кожа плохо дышит поэтому с ним я использовала пилинг намного чаще они веем но мне хватает но раз в две недели раз в неделю там плюс-минус да вот я делаю пилинг они вея все-таки мне нравится не знаю можете написать мне свое мнение насчет вот неве это что крем я как бы себе поняла не не хочу никакой другой больше пробовать только невея может мне про невею тоже написать пользуетесь не пользуетесь но мне наконец-то сейчас но наконец-то сейчас у меня улучшения пошли вот именно вот в этой вот части а то прям вот мне даже марсель заметил вот мам что с тобой почему тебя будут такие как видно что кожа раздраженная она как будто что-то не получает как будто вот не дышит как будто вот не дает и вот и я думаю марсель не знаю вот купила решила попробовать два новых крема вот этот я покупала уже давно вот этот крем решили решила попробовать и не тот и не другой мне не подошел ты видишь что теперь у меня получилось вот как-то так девчонки я хотела вот именно поделиться именно вот такой вот свои именно вот таким вот своим опытом насчет этих всех кремов насчет масла и насчет невеи так что я жду от вас отзыва вашего мнения что вы считаете я не эксперт я не углубляю все там вот в эти вот всякие эти чего просто я сама знаю я сама чувствую я сама вижу что для меня лучше что мне больше подходит вот мне невея все больше я никаких кремов воспринимать больше не буду все буду пользоваться только невея это не перри Продолжение следует...